Дети, кажется, в Израиле все. Любого жена за поезд заткнете, ну и все. А прикид-то какой, вот я у меня за оплату там другое. Ну, как сказать, критиковала, а тут же и вот такие слова сказала. Вот она упала, сломала, значит, мы сейчас будем сразу молиться, такой порядок. Я отойду от вас, если можете, помолитесь там тоже. Фаина, Фаина Соломоновна. У православных нет Соломона. Соломон не канонизирован, и во имя Соломона в церкви не покрестят никогда. А Фаина это надо посмотреть, есть или нет. Вот так. Если вот сказать Райхан, тебя в Райхана никто бы не стал крестить. А Рахиль очень близко. Вообще прекрасные имена дали какие-то все. И Руфь, и Рафаил, и Марк. Чудесно. Я до того рад был, когда узнал. Не так, что там Света, Таня, Митя, Игорь. А вот библейское все такое. Ну, нам дали как выбрать. Да, понимаете, это как песня какая звучит. Я не могу ничего этого сделать с собой. Иногда я слушаю еврейские там мальчики поют или кто-то. Я же не еврей, у меня нет ничего. Но я понимаю, это роднее всех родных. Моя душа откликается. И другие теперь объясняют, почему так. Я говорю, в Израиле я не был, не знаю. Я глаза закрою и как будто бы, ну, кто-то осудит за это, что я себя чувствую, как бы я еврей. Это родное мое близко услышалось. И поэтому спорить, святам с евреям или еще, только неразумный человек может. Бог избрал этот народ. Они пошли не тем путем. Но он избрание свое не отнимает. Нет. Это чудо Божие. Еврейский народ – это нация-чудо. И так мы должны это признать. Он неуничтожим. И они не такие, как мы. Да, они идут, ложат, там, отограбили страну, там, все эти Чубайсы, Абрамовичи. А мне до этого нужды нет. Я знаю, Абрам избран. Я знаю, как бы ни Давид, у меня бы псалтыри не было. Как бы ни апостола, у меня бы не было. Я бы давно сгинул. А я живу и радуюсь. У нас все еврейское. Все от начала до конца. И главное – преимущество быть иудеем. Что им верено Слово Божие. Верено. А рядом жили Иусеи, Исеи, Филизеи, Филистимляне. Там русские, говорят, были. Где грамоты? Где инки? Где хеты? Никого нет. А еврейские книги, Библии мы сами переводим. Русские люди. Немцы, англичане, казахи – все переводят. Мы поселились в шатрах Симовых, как предсказал им. В шатрах Симовых. А мы – иофеты. Иофет – это народ. Ну, белолиццы, которые. А хам – это вот Египет. И в земле хамовой, как Давид говорит, поселился в земле хамовой. Хамы. И все мы в шатрах Симовых. И мы должны быть постоянно в молитве благодарны Богу за чудное избрание этого народа. И они начинают говорить. У нас, ну, там один был, писал такой Константин Душенов, газета «Русь православная». И написал «Горбоносая, пучеглазая, сволочь!» А я сразу вышел, так это не ругательство. Это Бог так выделил горбоноса. И еще нет, а горбоносы – куланы, как лошадки маленькие. Они не болеют, они жаркий воздух дыхают. А глаза, если на выпучку пучеглазые, ну, во-первых, не у всех, а потом пучеглазые дальше видят, как смеялись, Сократ, мудрец был. Он говорит, глаза даны для того, чтобы смотреть, а не на то, чтобы смотрели на них. Ты в ямках, глаза у тебя, они только вперед веют. А у меня как у рака, я по сторонам даже везде вижу. Бог мой народ отметил этим, чтобы мы дальше видели и шире. Мне так смешно, интересно показалось. Поэтому не надо ни на чем обижаться. Некоторые на него обиделись, его посадили, а я в этом не вижу ничего. Ну, сказал, сказал неразумно, в оскорблении, а это не оскорбление. Ну, русских назовут вот пьянь, подзаборная, дрянь там, кажется, срань подзаборная. А мне даже ничего скажут, действительно, такие мы и есть. Но мы не хотим быть такими, Христос нас избавил. Не надо пропускать даже обзывалки какие-то, ну, нормальные, я не говорю о матерках. Где-то, с сознанием-то дело. А, ты евреям подыгрываешь, там продался. На меня там, я говорю, я сотрудник СРУ давно уже. И меня мусульмане снабжают деньгами, отзывы идут-то вообще ошалеть. Сотрудник КГБ, я говорю, СРУ и КГБ одновременно. А вы на свободе не сотрудники, а я по тюрьмам иду. Вот ловко как. Или как так получается? За что же меня там садили-то? Понимаешь, надо на все смотреть легче. Не убивайся. Новый день, новая надежда рождает. Вот сейчас она позвонила, Фаина, а мы помолимся. И она, говорит, лежит в больнице, там пришли сестры проведать. А она просит, чтобы позвонила мне, Татьяна Кузьминича, и она очень верит в силу моей молитвы. Вот тебе и на. Бунтовала, а внутри-то у нее осталось то, как хорошо ей было у нас. Мы сейчас будем молиться. С Богом! С Богом! С Богом! Да с Богом! Слава Иисусу Христу!